Не совсем понятна суть сдерживающей силы. Он говорит, что здесь, допустим, у меня есть мысли о Творце, ощущение ценности товарищей. Здесь какая-то есть дополнительная сила. Я вижу, что у других нет, и это вдруг даёт мне какую-то силу в этом. Потому что у других этого нет. Кажется, что это чистый эгоизм, но он здесь пишет, что вот без этого нет совершенства. Совсем непонятно здесь. Для того, чтобы вылепить, допустим, из глины какой-то образ, вам необходимы две силы, два направления. Один, который будет добавлять в этот образ материал, то есть добавлять его, растить его, а другой, который будет формировать его. Две силы противоположные. Они должны быть в связи между собой. И таким образом они должны давать вам нужный результат. То же самое происходит при создании зародыша и затем его взрослении во всех организмах. Что вы об этом спрашиваете теперь? Ну, я спрашиваю о том, что вот суть, я именно по отрывку спрашиваю. Я не знаю отрывка. Я знаю, что без двух противоположных сил, которые находятся между собой в динамическом равновесии, ничего не получится. Это закон природы.